С Тенью Беса Замечательные эти издания тем, что в них нет никакой лирики, в них дается фактура, просто факты. Одна брошюра была посвящена России, большевизмам в России, то есть в 22-й год человек написал, приехал из России, в Германию, выпустил книгу подробно о том, что происходило на территории страны, которую он покинул. И там практически такие цифры и факты, которые потом в некоторой степени в других изданиях появились, но в концентрированном виде, они были только в этой брошюре. Я эту брошюру перевел, и она стала основой книжки «Чума большевизма». И там просто видно, где идет цитирование, где идет мой комментарий. А вторая книжка того же самого автора, только посвященная Германии, где он оказался, где он увидел, что там происходит, что там, в общем-то, происходит примерно то же самое, что и происходило в России, в крупных городах накануне Большевистской революции. Еще вот в 90-х годах у нас такой ходил термин «Веймарская Россия». Это либералы так говорили, но оказалось, что они абсолютно правы. Вот эту книжку «Болото XX века» я тоже сделал так, цитирование, комментарии, цитирование, комментарии. Цитирование немецких реалий, комментарии современных российских. Получается вот эта перекличка «Без малого через столетие» показывает, что мы живем вообще полностью в идентичной ситуации. Только у нас наколеснулись два исторических слоя. То есть у нас и элементы, которые потом сложились в нацистское правление, и элементы веймарской Германии, вот они все сложились вместе. То есть веймарская Россия и Россия поствеймарская, скажем, вот они вместе. Эта книжка интересна вот этими аналогиями, они иногда настолько поразительны, что удивляешься, насколько история может повторяться почти что буквально.